В России крупная железнодорожная катастрофа. Под Волгоградом пассажирский поезд Казань-Адлер налетел на КамАЗ и потерпел крушение. Судя по всему, жертв будет немало. По информации регионального оперативного штаба, на месте ДТП с участием пассажирского поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады скорой помощи. Дополнительно к месту направлены еще 4 бригады СМП. Также задействована авиация. Бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей. Еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах Ансад. В Котельниковскую ЦРБ доставлено 20 человек, в том числе 7 детей. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Представители РЖД утверждают, что с полотна упали 8 вагонов. Телеграм-канал МЭШ сообщает, что минимум двое погибли. Пострадали более 100 человек. Причина катастрофы – столкновение с КАМАЗом, который выехал на пути. По данным РЖД, водитель грубо нарушил ПДД. Сигнал о приближении поезда исправно работал, но КАМАЗ все равно пытался пересечь пути. Сообщается, что скорость поезда во время столкновения была 65 км в час. Машинист применил экстренное торможение, но дистанция была слишком мала. Водитель грузовика доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал ШУТ. По данным губернатора области Андрея Бочарова, в поезде маршрутом Казань-Адлер ехали 812 человек. Движение на участке железной дороги приостановлено. Власти эту информацию не комментировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Многие пишут, что это была божья кара. Северокорейский Беляш уже не улыбается, как на встречах с Кремлебсдуном и Шойгой, а лично руководит спасением посевов риса. После проливных дождей страну ждет очередное поголодание и обнуление эффекта от сотрудничества с московскими партнерами. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому... У нас на небе в Новой Усмане проявился лик святого. Сегодня, кстати, крещение Руси праздник. Да, вот он наш... Вот он знак! Зиганутая узрела в облаках лик Кремлебсдуна. Вот он знак! Вот он наш батюшка, отец, император, родной, присматривает за нами. Интересно, они когда заходят в свой уличный сортир, тоже смотрят внимательно в дырку, чтобы узреть там лик царя? Да, вот он наш батюшка, отец, император, родной. Гляньте, смотрите, присматривает. Украинский мирный план будет готов к концу ноября. Об этом заявил президент Украины в интервью японскому телеканалу NHK. По словам Владимира Зеленского, Киев не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию. Также Зеленский назвал три фактора, которые ускорят окончание войны. Терпение, поддержка и дипломатическое давление. Три фактора справедливого окончания войны. Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что шансов нет. В интервью президент Украины также рассказал о подробностях телефонной беседы с Дональдом Трампом. Эта беседа состоялась 19 июля. Владимир Зеленский пригласил кандидатов президента США в Украину. Трамп, в свою очередь, заверил, что он доступен по любым вопросам. И у Зеленского есть его номер телефона. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Но Владимир Путин вновь угрожает Соединенным Штатам. На этот раз из Санкт-Петербурга, где президент России принял участие в параде в честь Дня военно-морского флота. В своем выступлении глава Кремля заявил, что ответит зеркальными мерами на развертывание американского вооружения в Германии. Обращает на себя внимание заявление Американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ о американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Москва настораживает, что в таком случае российские стратегические объекты окажутся в 10-минутной досягаемости западных ракет. Путин сравнил эту ситуацию с событиями времен Холодной войны. При этом стоит напомнить, что именно Москва начала агрессивную войну в Европе, неоднократно угрожала использовать ядерное оружие против стран Запада, а российские пропагандисты на федеральных каналах обсуждали, какой из городов Украины лучше подвергнуть ядерному удару. Добавлю, что в этом году военно-морской парад в Петербурге прошел в усеченном виде. Впервые за 8 лет отменили его кронштадтскую часть. По данным источников петербургского издания «Фонтанка», корабли, которые прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на места дислокации Северного флота. В свою очередь, государственное агентство ТАСС сообщило, что сценарий парада в честь дня ВМФ и был изменен с учетом военно-политической обстановки, и был направлен на обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия. На параде, к слову, не было ни одного корабля, об уничтожении или повреждении которых за последний год заявляла Украина. На это обратила внимание русская служба BBC. С 2022 года украинские военные заявляли об атаке более 20 российских кораблей, об атаке украинских сил на эти корабли. Минимум 7 из них, предположительно, были уничтожены. Журналисты отмечают, на параде показали только два корабля Черноморского флота. Это «Корветт Меркурий», который с 2024 года выполняет задачи на российской базе в Тартусе, и фрегат «Адмирал Григорович». Диктор во время трансляции заявлял, что остальные корабли и военнослужащие сейчас несут боевое дежурство и выполняют задачи в ходе так называемой специальной военной операции. Так в России по-прежнему называют полномасштабное военное вторжение в Украину. Вы что, не знаете об этом, что ли? Коалиция против НАТО. Россия использовала празднование Дня военно-морского флота, чтобы продемонстрировать свои отношения с рядом незападных государств. Как отмечают аналитики Американского института изучения войны, мероприятие прошло в рамках усилий по созданию якобы антизападного блока под российским предводительством. Отмечу, что корабли военно-морских сил Китая, Алжира и Индия приняли участие в главном параде в Санкт-Петербурге. На мероприятии также присутствовали представители Азербайджана, Венесуэлы, Кубы, Сирии и других стран. Мне кажется, что это нелепо и очень печально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова